приветствую решила выйти в прямой эфир чую что не могу уже без них давайте добавляйтесь я хотела подытожить или повторить или еще раз просто сказать о вчерашнем эфире том что вы все хотите желания мы соли и с олесей и другими вообще людьми бесконечно вам об этом говорим одно и то же то что представьте что это уже у вас есть на ваш мол сопротивляется как это представить что у меня уже все есть это же невозможно у меня же нет и с каких бы сторон не заходили то есть каждый эфир каждое видео каждый тренинг мы говорим об одном и том же но все время заходим с разных углов и вот вчера я рассказала как можно через чувство зайти вообще по-другому и это еще больше зашло то есть еще глубже я хочу еще раз подытожить привет привет то есть когда вы хотите ваше желание вы на самом деле не желание хотите да а вы хотите почувствовать то что вы получите когда у вас исполнится это желание то есть вы хотите чувств вот этих потому что вы на самом деле сейчас бездушные скотины как и я мы все бездушные скотину мы не вообще ничего не чувствуем на себя мы не смотрим вглубь себя не вообще никогда не ходим мы вечно чего-то вечно хотим там где-то там вечно хотим 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 и нам все мало мы такие жадные жабы вот но все наши желания это хорошо что мы их хотим хоть и не от недостатка не дай недостаток поражать недостаток но это хорошо потому что это наш маячок потому что за нашими желаниями идет подсказка что на самом деле мы хотим и если мы рассматриваем наше желание не для того чтобы эти желание получить а чтобы понять чего мы хотим на самом деле какие чувства там стоят которых нам сейчас не хватает что мы на самом деле хотим получить то это офигенно классно когда вы реально понимаете что стоит за вашими желаниями то есть берем сейчас листочки и с вами вместе начинаем работать пишем что я сейчас чувствую самом деле я ни хрена ничего не чувствую потому что мои глаза наружу вот но я же хочу что-то чувствовать потому что все мои желания они только ради чувств только ради того чтобы чувствовать что я есть то я живу что я живой я для этого и живу чтобы чувствовать по-другому ну как бы смысла жизни то нет никакого вот я чувствую сейчас пишу что беспокойство чувствую что какая-то движуха внутри меня идет меня колбасит мне чего-то хочется это я вот сейчас пишут что я чувствую у меня какое-то наполнение или опустошение не могу понять то ли мне нужно наполнится я хочу какого-то наполнения то есть на или я хочу наоборот опустошиться во мне это все либо одновременно я хочу дышать все время вдох выдох сделать и наполняться опустошаться вот может быть я что-то сбросить сейчас хочу какой-то груз мыслей может быть освободиться от каких-то привязок к чему-то потому что мне покоя не дают блин желание то квартиру хочу то любви хочу то секса хочу то денег хочу то бриллиантов хочу вечно что-то хочу и вот я хочу наслаждаться вот просто в покое чтобы не классно было я вечно чего-то хочу и вот вот этот груз меня давит я сейчас рассказываю ощущения свои понимаю ну стоит тоже ваши ощущения потому что именно вы такие вопросы мне задаете я на основании ваших вопросов пишу и также себя познаю в общем что делать берем пишем листочек что я сейчас чувствую и вы понимаете что на самом деле вы чувствуете то какое-то беспокойство и вас вечно что-то тревожит вы не можете расслабиться страх завтрашнего дня что буду есть куда пойду что я одену как и денег заработаю блин там просто бесчисленная слава мешалка в голове бесконечная нас мучить вот я хочу покоя и в то же время не хочу покоя потому что какой покой блин покой это я умерла блин покойник вот я хочу каких-то чувств и эмоций и мой мозг придумал да это шаблон такой то что пока я хочу там каких-то желаний тра-та-та я типа вот сейчас на эмоциях и нахожусь нет давайте себе давать другие эмоции от которых офигенно расслаблено то есть одновременно ты напряжен свои эмоции и и в это время ты расслаблен понимаете да то что напряжение расслабление это одно и то же можно напрягаясь очень сильно быть расслабленным а можно расслабиться ну блин мозгом так напрягаться вот то есть одновременно мы хотим и напряжение и расслабление это круто это оргазм потому что оргазм это напряжение потом такое классное расслабление но когда у тебя идет напряжение ты расслабляешься блин одновременно вот вот этот оргазм и все хотим испытывать чувство хотим исправить такого кайфа классного вот чтобы наше тело было такое свободное легкое в полете кайфовое вот я сейчас это чувствую я сейчас это написала я это прочувствовала и у меня прям вот такой вот уже поток потому что я уже понимаю мне эти чувства есть внутри я кайфово себя чувствую но поняла я это только тогда когда я начала писать когда я побыла сама собой когда я ушла от каких-то мыслей как заработать денег там например или найти мужа или вырастить зубку или почему у меня стрёмная сейчас прическа но не покрашены волосы то есть как только я от этого ушла до я начинаю себя чувствовать что я на самом деле сейчас хочу задание вам прям на эфире берите листочки и начинайте писать что вы чувствуете уже неделю говорим про чувства и наверное у многих уже эти листочки и списаны расписаны потому что каждый раз даю это задание пишите 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 вот вам нужно побыть самим собой и понять себя ну как себя поймешь если ты вечно суете в какой-то а как только ты начинаешь разбираться закрываешь глаза и просто начинаешь чувствовать да что у тебя сейчас внутри сидит злость какая-то беспокойство или спокойствие или вообще ноль мыслей неважно ты в это время любишь себя чтобы ты сейчас не испытывал какие бы чувства не были я сейчас испытываю допустим ревность вот жесткую ревность у вас в это время идет любовь огромная как только вы почувствовали что вы себя чувствуешь как вы себя чувствуете да и что вы чувствуете значит вы в это время обратили на себя внимание как только вы обратили на себя внимание вы любите себя не обращайте на себя внимание в не любите себя то есть любовь это не только что-то такое а А бабочки там порхают, любовь — это и злость, и ревность, и все чувства, любые букеты. Был у меня эфир там две недели назад. Для чего себя понимать? Да не для чего. Вы себя не понимаете, выходить из прямого эфира — это вообще не для вас. Вы не хотите себя понимать, идите, достигайте свои желания. Это вообще, Александра, не для вас. Так что выходите. Мы здесь собрались только на одну тему. Кто желает себя понимать, кто хочет себя чувствовать, у кого есть такое желание. Если у вас такого желания нету, блин, и для чего я даже объяснять не хочу. Я, например, хочу себя понимать. Мне очень хочется видеть, чтобы все мои желания были исполнены, и они уже исполнены. Просто их нихрена не вижу, потому что у меня фокус внимания на какой-то херне. Если бы у меня фокус внимания был на моих желаниях, и я бы себя понимала, как эти желания творю вообще, то я бы видела все эти исполнения желаний. Если вы себя не понимаете, значит, вы не понимаете, как вы творите. Если вы не понимаете, как вы творите, то вы будете просто ходить на работу, зарабатывать деньги, умирать, болеть и вечно жить в чувствах, стрёмных чувствах. Если вы понимаете себя, тогда вы понимаете, как вы свой мир творите. Вы понимаете, блин, как всё происходит, как ваши желания могут исполняться. Вот так вот, вы понимаете. Но если у вас нет желания узнать о своих желаниях, нет желания себя понять, нет желания, ну, как бы с эфира, вон, нафиг. Вот так, я чувствую голод, ем целый день. Вот когда вы хотите есть, у вас есть чувства, да? А что за чувствами голода стоит-то на самом деле? Голод к чему у вас? Это ж такое чувство, закройте глаза, прочувствуйте. У вас там сосёт подложечка, вам что-то хочется, что-то в себя закинуть. На самом деле вы же не еды хотите, вы хотите то, что стоит за едой. И чувство такого, после еды, что вы там чувствуете, вспомните. И эти чувства можно производить. Вот я сегодня не ела ничего, у меня такое чувство голода было с утра. Вот, и я начала тоже разбирать вот с девушкой, у нас как раз консультация про чувство голода. Блин, мы стали разбирать, и я вообще просто офигела, что уже 4 часа прошло, я не хочу есть. Я просто поняла, какие чувства стоят за голодом. Но я не могу вам словами объяснить, какие там чувства стоят, пока вы сами не закройте глаза и не попробуете понять, что вы хотите на самом деле получить, какие чувства, когда едите, да? Или когда у вас голод, какие у вас чувства внутри. Либо когда вы поедите, какие у вас будут чувства. Когда вы эти чувства дадите себе, у вас голода не будет. Мы там расписали такие чувства, что хочется в себя что-то запихнуть, то есть наполниться какой-то энергией, хочется какого-то движения, хочется одновременно расслабленности. Ну, много там каких-то чувств. Открылась у меня свои, у девочки, с которой консультировалась. Она консультировалась. Мы консультировались друг от дружки, понятно, друг у друга учимся. Вот, она свои чувства описала, вообще не такие, как у меня. И мы начали себе их давать. Мы начали себе их давать, и я себе их дала, и поняла, что я не хочу есть. Это, блин, волшебство просто. Я и так ем там раз в три дня. Но когда у меня чувство голода, я не могу с ним бороться. Мне хочется открыть холодильник и пойти жрать вообще просто. Вот, но сейчас я понимаю, что ни хрена, блин, не в еде дело-то. Потому что еду я поела. И потом у меня такое чувство, боже мой, на хрена я ела, потому что, блин, у меня уже вообще вот так вот бы встать бы вообще сил нету, лень такая, побыстрее бы переварилась. Вот, и я понимаю, что я просто те чувства, которые хотела получить, заменяла едой. Понимаете, на самом деле человеку воздух нужен только. Вот, вода. Еда, она энергия не даёт. Она даёт просто замену чего-то. Но у нас есть такой шаблон мышления, что надо есть. Вот, у кого такие шаблоны мышления, что надо есть, ешьте. Всё с этим тоже в порядке. Но если вы начнёте понимать себя, то вам не захочется есть. Вы будете редко есть. Все толстейшие похудеют. Ну, это только если вы начнёте разбираться с этим, да, откуда такое желание. Почему моё тело стало таким полным? Что я хочу чувствовать, когда у меня такая полнота? И что я чувствую, когда у меня эта полнота? Вот, какие ощущения они мне дают? Вот, а зачем мне ждать, пока я растолстею, да, чтобы получить эти ощущения? Может быть, я могу их вспомнить, воспроизвести прямо сейчас? Либо вы хотите худое тело. У вас есть желание похудеть, чтобы вы имели худое тело. Типа, когда я похудею, тогда я смогу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И там огромный список. Написали свои желания и спросили себя. То есть мы сначала пишем, после того, что я чувствую, пишем второе задание, мои желания. И списочек моих желаний. Вот, первое желание, допустим, я хочу похудеть. Ну, я, конечно, не хочу похудеть, я для вас сейчас по вопросу отвечаю. Я хочу похудеть. Для чего я хочу похудеть? А что я получу? Какие чувства мне нужны? Какие эмоции я хочу получить? Многие хотят похудеть по разным причинам. И это целые букеты. И вот вы, например, хотите похудеть, чтобы привлекать внимание. Ага, что за чувство такое привлекать внимание? Почувствуйте это чувство сейчас. Зачем вам ждать похудения, чтобы обрести эти чувства, когда вы можете их сейчас воспроизвести? Но фишка в том, что мы творим своими чувствами. Антиматерия, желание – это образ чувств, которые вы хотите получить. А в материи он проявляется материальным планом. Как чувство может проявиться вовне? Материи какой-то проявляется. То есть мы придумываем букету чувств какой-то образ. Образ машины, квартиры, дома, худого тела, здорового тела, молодого тела. Может быть, ещё что-то. То есть любое наше желание – это просто образ чувств, который материализованный. Нам понятна эта картинка вовне. И материализуется она, когда вы этот букет чувств чувствуете внутри. То есть если у вас этот букет чувств есть, значит, он проецируется вовне. Если вы живёте с чувством недостатка, вечно чего-то хотите, соответственно, у вас этого не хватает. У вас фокус внимания всё время на недостатке, что этого не хватает. Что я не худая, я вижу себя полной. То есть мне всё время недостает. У вас фокус внимания на том, что вы полный. фокус внимания на том, что вы боретесь с полнотой, фокус внимания на том, что я не худой. И, соответственно, вы испытываете эти чувства, и они проецируются сразу же вовне, эти чувства. Понимаете, зачем вам ждать 10 лет этой машины или 20 лет этого дома, который вы заработаете через время, чтобы что-то чувствовать? Вы можете эти чувства сейчас открыть в себе. Эти чувства, они вам доступны все, здесь и сейчас, в моменте. Как только вы открываете эти букеты чувств внутри, а для этого вам нужно находиться здесь и сейчас, вам нужно чувствовать, наблюдать за этими чувствами, наблюдайте, они проецируются вовне. То есть до тех пор, пока вы чувствуете недостаток чего-то, он и проявляется этим недостатком. Так что берем список, пишем желания, но не для того, чтобы они исполнились, они нам нахер не нужны. Берем каждое желание и расписываем, что я от этого хочу получить, какие чувства, какие эмоции, что на самом-то деле мне надо, и у вас будут, ну там, приличный список. Там у вас намешается всё, и шаблоны мышления, программы ваши, да, навязаны умом, и чувства, которые вы хотите получить. Например, я хочу похудеть, чтобы чувствовать себя красивой. Вот можно трансформировать программу «красивый» и «некрасивый» и понять то, что красота в некрасивости, а некрасивость красива. И просто трансформировать новое третье, как трансформировать массу способов путём рассуждения, через образы, картинки, которые вы себе придумываете, через чувства. Ну, вообще, на самом деле, способов много. Мне самое любимое — это через рассуждение слов вообще понять, что это такое, что это за слово «красивый», каким образом я это слово наделила, то есть что для меня понятие «красивое» вообще. «Красивое» — это то, что следует каким-то шаблонам, добреть же, да. Как только вы порассуждаете над словом «красивый», вы поймёте, что нахрен эта красота не нужна, потому что то, что вы придумали за словом «стоит красивое», это вообще не то. «Красивое» — это просто чувство. И как только вы поймёте это чувство и начнёте его здесь ощущать, вы увидите красоту. Мало того, что вокруг, так и в себе увидите, потому что это чувство-то ваше, внутреннее. Если у вас есть это чувство красоты, значит, вы красивый. И все вокруг начнут замечать вашу красоту. Но только после того, как вы эти чувства себе дадите. Вот. Поэтому наше желание — это всего лишь понятный нам образ букета наших чувств, которые мы хотим получить. И нам не нужно дожидаться, пока исполнятся эти желания, потому что нам чувства доступны здесь, сейчас. Мы творим из головы, из сознания нашего. А уже вовне это идёт следствие, проекция, понимаете. И как только вы, написав в списочек желаний, нашли эти чувства, понимаете, что их можно дать здесь и сейчас путём рассуждения, а что это за чувство, да, ну, как его почувствовать, обратили на себя внимание. Здесь уже, ну, со всех сторон, если объяснять, обратив на себя внимание, у вас идёт любовь. А что такое любовь? Это поток. А этот поток, который инструмент исполнения вашего желания. Любовь исполняет любые желания. Вы знаете уже, про это не надо говорить. Так любовь — это поток, который выносит вас к вашему желанию. Если вы во внимании на себе, на своих чувствах, то, соответственно, вы любите себя. Если вы любите себя, то любовь творит мир. И мы творим любовью, мы творим вниманием к себе, мы творим своими чувствами. Но чтобы понять, как эту любовь в себе раскрыть и обратить на себя внимание, образы, эти букеты вовне в виде какого-то желания нам помогают, просто как подсказка осознать, какие чувства я сейчас хочу испытывать, чтобы любить себя. И вы наблюдаете эти чувства в себе, воспроизводите, вспоминаете, вы можете себя представить уже худой и почувствовать, что вы почувствовали бы, когда стали худой, и дать эти чувства, и прожить их в это время. У вас любовь, внимание на себя, ещё раз повторюсь. И вы это чувство уже воспроизвели. И наблюдаете с интересом. То есть желание – это импульс, это интерес. Наблюдаете с интересом. Как я худею? Вам не нужно дожидаться худения. Но как только вы проживёте эти чувства, ещё с другой стороны зайдут. Вам пофиг будет на желание. Вам эти желания уже не нужны. Как только они становятся, желания вам не нужны, потому что эти чувства доступны сейчас, не дожидаясь исполнения твоего желания. Как только вы это прочувствовали, у вас автоматически произойдёт в голове, просто мозг разнесёт, и вы поймёте, что вам это нахрен не надо. Оно перестанет вас дёргать. То есть эта привязка, которой вы привязались к этому желанию, что мне надо, мне надо, мне надо, вот эта привязка отвалится. Вот это чувство беспокойства отвалится, ожидание отвалится. Когда нет привязки, когда нет ожидания, оно моментально, блин, до смешного, исполнится. И понимаете, когда вам не надо, нет ожидания и нет привязки, оно исполнится, потому что наше чувство исполняет наше желание. Желание – это всего лишь просто понятный образ букета чувств. И вы ещё раз испытаете эти чувства. Поэтому мы и говорим, то что у вас уже всё есть, у вас есть это внутри, у вас есть все эти образы, картинки в голове, у вас есть эти чувства, букеты, вы просто их не наблюдаете в себе, вы не хотите их наблюдать. Вам кажется, что вы внешний мир, там, поработив, исполнив, исполнить своё желание, можно через достигательство внешнее, какое-то вот это добивание целей. Но, да, может, где-то вы исполните эти желания, через достигательство, через цели, через работу, исполните, конечно же, потому что пока вы идёте к этим чувствам, вы пытаетесь там визуализировать, ходить в эти чувства. Но вы не понимаете механизма. Вам кажется, что вы их достигли через работу, вам кажется, что вы их достигли через достигательство, но на самом деле вы их достигли через чувства, которые там случайно мелькали где-то, но они будут мелькать. Если вы понимаете этот механизм То вам уже не надо бороться Не надо достигать, не надо зарабатывать Вы будете работать Только потому, что вам нравится Вы испытываете чувства от того, что вы делаете От того, что вы творите А не потому, что надо исполнить желание Что я хотела сказать ещё Что-то я говорила без запинки У меня мозг выветрился Я поняла, вообще ничего не хочу Я хочу просто кайфовать сейчас здесь И мне так хорошо, просто офигеть Я не могу Мне просто аж сердце У меня сейчас прям чувствую Стучит аж пипец Аж пипец Я поняла сейчас, мои желания все исполнены Достаток-то он внутри Все желания исполнены Все чувства внутри доступны для меня И внимание к себе Оно доступно сейчас Любовь вся вселенская Она доступна сейчас Потому, что я обращаю на себя внимание В это время, в этой точке здесь, сейчас Но если я уйду из этой точки Опять достигательства То, блин, моё желание меня не достигнет Я себя не найду Потому, что меня нету Есть только миг бесконечный сейчас Который никогда не закончится Либо есть вчера и завтра Час назад Час следующий Но вас там нигде нет Вы есть только у себя Когда вы обратили на себя внимание Когда есть у вас любовь Есть, когда любви нет То есть внимания на себе Вас нет И ваши желания не могут исполниться Не могут Но как только вы это чувствуете Эти чувства проецируются вам вовне Ещё раз повторю Пишем, что я сейчас чувствую Конспектируем Я не знаю Несколько дней Ходите, записывайте за собой эти чувства Побудьте в себе Разгоните этот поток любви Напишите ваше желание Для того, чтобы найти подсказки Каких чувств сейчас для этой любви не хватает Что вы хотите чувствовать Найдите, что за этими желаниями стоит Какие чувства Какие программы Рассуждая эти программы Вы почувствуете эти чувства Программы нас блокируют от чувств Рассуждая над программами То есть красивое Вы поймёте, что и шаблон сразу развалится И чувства у вас Проявятся Собирайте эти букетики И наблюдайте с интересом Да что произойдёт Мне даже уже вот эти желания неинтересны Мне интересно жить А что стоит за желанием жить Какие чувства Да все У меня сейчас просыпается желание Не вот такие желания писать Материальные какие-то Или там покрасить волосы Но я вообще все Сегодня начала писать И понимаю, что мне это уже нахрен не нужно Мне так классно сейчас Что я даже волосы красить не хочу Ну просто вот абсурд Зачем Я покрашу волосы И буду такая типа красивая А что во мне сейчас Разве красоты нету что ли Да есть Я её чувствую Мне так классно Мне пофиг, что там люди подумают Потому что людей нету Они существа Все в моём мире Люди Это нейтральные персонажи Я их просто наделяю своими чувствами Я не вижу в себе красоты Поэтому и в людях красоты не вижу Но если я вижу в себе красоту Блин, а на приоре Во всех людях Нету никакого уродства Уродство это уникальность Просто Потому что мы бы ходили С одинаковыми лицами Но настолько всё классно Если вы начинаете рассуждать Видеть свои желания Не ради желаний А ради чувств Которые вы хотите получить Вот это и есть любовь к себе Все говорят Вот любовь У меня нет любви Нет любви Конечно её нет Вы на себя обратили внимание Хоть раз Как только вы обращаете внимание На себя Что вы чувствуете Вот в данный момент Блин И какие хотели бы Испытывать сейчас эмоции Спрашивайте себя Не можете найти Что хотите сейчас чувствовать Вот, блин Ну не знаете Ну напишите желание Через желание поедите Раскройте там Какие там букеты чувств Желание Это просто этот образ Того, что вот сейчас вам хочется Но не желание А то, что вот внутри Вот это вот Вот этот Класс Почувствовать И тогда вам пофиг Сразу рушатся шаблоны Страхи Проблемы Всё рушится Когда вы находитесь В потоке любви Блин Всё рушится И здесь включается Вот этот импульс Интерес Мне интересно Сейчас понаблюдать Как исполнится Моё желание Чтобы я эти чувства Ещё раз получила А потом включается Ещё такая херня А нахера мне их Ещё раз получать Когда я могу Блин Наблюдая Просто их бесконечно Получать И думаешь Блин абсурд Нафиг Уже ничего не надо И когда тебе Ничего не надо Оно всё Исполняется Понимаете Вот Помните ещё Про 2 миллиона Рублей Недавно говорила Которые пришли Мне на карту Мне с неизвестного Номера написали Что это мне вернули Долг И не представились Кто Сказали что Не хотят Представляться Что видели меня В эфире Я такая Блин Нормально Короче люди Кто мне ещё Что-то должен Шлите Я буду радоваться Шучу Конечно Мне даже деньги Не нужны Потому что Блин Ну абсурд Вот я сейчас Рефлексию Выкладывала Девушке Оксана Которая Представила Чувство Когда у неё Много-много-много-много Денег Она ничего не почувствовала Ну конечно Потому что Бумажки Они на самом деле Не нужны Они просто есть Ну От них не холодно Не жарко А вот эмоции Которые они могут вызвать Купив на них что-то То это да Но когда ты Блин Понимаешь Что эти эмоции Зачем покупать Если ты прям сейчас Можешь их себе дать То какого хера То какого хрена И тебе деньги Становятся Не нужны Как только Они становятся Не нужны Ты понимаешь Что на столе У тебя Вон Пачки денег Просто лежат Потому что Они тебе не нужны Нету привязок Ожиданий Когда они придут И нахрена Они просто есть Когда Блин Вы у себя есть Во внимании Всё есть Понимаете Так Завелась Завелась У меня прям Аж колбасит Очень классно Я хочу почитать Ваши сообщения Потому что По-любому Эти сообщения Сегодня Не вопросов А куча любви Благодарности Смайликов Сердечек Вот блин Я прям Прочувствовала Что так иное есть Я чувствую Все поток любви Он Мне транслируется Внешняя действительность Она сразу Это подтверждает Мне не хватало Любви к себе Внимания Я её себе дала Она блин Со всех сторон Изнутри И сверху И снизу И сбоку И с прямого эфира С виртуальной реальности Просто Мне показывает Отражает Тут же Это же Ну блин Оргазм Просто классный Ой Последний эфир И просто огонь Всё структурировалось Огородная благодарность Огородная Огромная Я давно Говорила Про это Я посмотрела Свой эфир Специально Сегодня Двух с половиной лет Назад Которую я вела Блин То же самое Говорила Но сама Не допирала Походу Вот Но чем больше Ты начинаешь Вглубь допирать Тем больше У тебя Чувств Появляется И эти чувства Ты передаёшь Я уже На самом деле Слова-то те же Да Я уже Это много раз Повторяла Вот Но Я говорила Их может быть Не с такими чувствами Которые есть сейчас И передаю Человеку Это я не слова Я чувства передаю Потому что Словами передать Невозможно Ничего Можно только Чувствами передать И вот Наверное Вот эти чувства Которые Я начинаю за собой Наблюдать Последнее время Там Ну месяца два Наверное Я прям Прям в наблюдении Себя И с каждым разом Мне эти чувства Ну Всё больше и больше Во мне проявляются Потому что Я во внимание На себе Всё время Нахожусь Вот Не всё время Вру Вот сейчас Лживая сучка Вот прям Вам сказала Да Я выпадаю С этого Постоянно И я себя Всё время Возвращаю Но даже Возвращать себе Там на минуту Раз в час Это уже Просто Машина И дом Уже у вас будет Но это Достаточно В день Хотя бы Столько Уделять Для начала И что Я хотела сказать А я вообще Ничего не хотела сказать Я уже Это так много Сказала Я вам передаю Чувства сейчас И Ваше понимание Происходит Только потому Что Во мне Эти чувства Ну я вижу Да Персонажей Которых я наделяю Я же своими чувствами Наделяю Ну персонажей Вокруг меня Людей Вот Мои чувства Раскрываются И я вижу Как чувства Раскрываются У других людей Я как наблюдатель Как творец И у вас Такая же Петрушка Наблюдайте Сейчас Как ваши семьи Расцветают Ваши друзья Вдруг начинают Интересоваться Этой темой Вдруг Столько любви Становится Блин Это круто Этот коронавирус Просто Вообще Офигенный вирус Вчера тоже Про него Немножко затронула Еще больше Нас расширит Так Ой Сколько Сердечек Смайликов Благодарю Весь день Посвятила Твоим эфирам Вы такие Все классные Это вы сейчас Про себя Говорите Если вы почувствовали Вот эту классность Вы их почувствовали В своем Собственном теле Вы почувствовали Не Не во Не во мне Это Вы же в себе Это сейчас Почувствовали Значит Это ваши Чувства Значит Красота И любовь Кайф И вас Внутри Сейчас Это классно Обращайте На себя Внимание Ура 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 Моя 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 Это Не груз Это движение Это жизнь Согласна Да Вообще Я уже Не помню Чего Я говорила Но Тоже Согласна Так Дорогая Как Муж Те отпустил К подружке Жить Меня Не пускает Это Вы Себя Не пускаете Блин Разрешите Себе Все И тогда Вам Весь Мир Все Разрешит Вы Себя Не пускаете Вы Привязаны Вы Думаете Это Это Вы Муж Наделили Такими Свойствами Что Он Меня Не пускает Кто Кому Не пускает Муж Это Персонаж Нейтральный Это Ваши Внутренние Чувства Разрешение Наблюдать Ничего Но Не Можете Вы Труп Поэтому Вы Хотите Конкретных Каких-то Чувств А Каких Вот Пожалуйста Список Желаний Пишите И Найдите Что За Ним Стоит Что Вы Хотите Чувствовать Похудеть Да Я Хочу Красивенько Себя Чувствовать А Что Я Некрасивенько Что Чувствую Некрасивенько А Почему Я Некрасивенько А С Чего Я Взяла Что Такое Красивенько Некрасивенько Выше Говорим Раньше Говорим У Мне Еще Такой Шаблон Помню Недавно Рассоздала Когда Прошлое Будущее Рассоздашь Мне Язык Не Поворачивать А Сказать Недавно Говорила Там Вчера Говорила Или Еще Что Иногда Говорю Проскальзывает По Привычке Но Чаще Говорю Выше Говорила Выше Ну То 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 Мое Мозгу Линейного Времени Сейчас Все Меньше И Меньше Становится Я Вообще Не Понимаю Как Это Ну Назад Говорила Как Это Я Говорила Назад Не Получается У Меня Я Поэтому Говорю Выше Выше Говорила Как Так Ну Не Могу Даже Сказать О Чувствии Которые Сейчас Я Чувствую Когда Я Так Говорю Так Я Говорила Про Расслабить Мозг Да Это Мы Значит Что То Хотим Почувствовать Красту У Себя Внутри Найти Да Какие Мы Классные Творцы И Найти У Себе Эту Красту Сейчас Блин А что У меня Так Темно Становится Наверное Вот Сейчас Зекундочку Прибавим Яркости Компик Не Помогает Ну Ладно После Того Как Вы Напишите Желание Да Нашли Эти Чувства И Начните Их Воспроизводить В себе Вот Тогда Вам Станет Легче Это Чувствовать Вы Хотя Б Знаете Что Вы Хотите Чувствовать Это Легче Чем Не Знать Это Раз А Во Вторых Вчера Выше Выше Говорила О том Что Идите Короче На Массаж Идите Бегайте Физические Упражнения Просто Вам Необходимо Потому Что Ваше Тело Законсервировано От Этих Чувств Вы Не Можете Чувствовать Потому Что Блин Вы Заблокировали Эти Чувства Потому Что 99% Чувств Для Вас Разделенные Дуальным Мозгом Негативные Какие Плохие Какие Странные Что Там Страшно Больно Заблокировали Вместе С болью Все Бабочек В животе Вы тоже Заблокировали Сейчас Короче Свет Включу Твои бабочек В животе Заблокировали Для этого Вам нужно С телом Поработать Короче Начните Наслаждаться Массажем Начните Наслаждаться Физкультурой Потому Что Вам Необходимо Расколбасить Своё тело Чтобы начать Прямо Эти чувства Ощущать Вот прям Аж до мурашек В теле Прямо Таких Вау Класс Начните Себя мять Купите Там Тренажерки Какие-то Идите Отжимайтесь Прыгайте Танцуйте А если Вы сейчас Включите Музыку Вскочите И потанцуете Минут 30 Знаете Там Вы на колбасе Сейчас 10-10-20-30 Вот так На полчаса Потанцевать С фокусом Внимание На том Что Вам сейчас Придут деньги Они у вас Уже есть Это чувство Офигенное На эти деньги Можно получить Радость Но вы себе Даете Это чувство Радости Уже сейчас Наблюдайте Как вам Эти 20-30 Там 1050 Кому-то Кто-то Хорошо Танцует Придет И потом В следующем Эфире Мне расскажете Или напишите Отзывы Как к вам Пришли Деньги Потому что Мне очень Интересно И если Вы еще Включите Интересы Интересы Это Импульс То этот Поток Вас Обратите Внимание У нас Всегда Фокус Внимания На том Чего Нет То есть Желание От Недостатка Все И у нас Все время Фокус Внимания На этом У нас Фокус Внимания На больных Людях Фокус Внимания Помочь Тем больным Людям Фокус Внимания То что У меня Муж Козел Все Это Внимание Проецирует У вас Чувства Определенные И он Поэтому Становится Козлом Или Денег Нет Или Чего То у вас Нет Если У вас Фокус Внимания На себе И вы Есть И так Ну Блин Вы Есть Вы Изобильные Все Чувства Подвластны Здесь Сейчас У вас Фокус Внимания Меняется Точка Обзора На мир Вообще Меняется Состояние Ваше Меняется Из этого Состояния Все Творится По-другому Из Состояния Недостатка Тоже Все Творится Но Творится Недостаток Творится Жопа Какая-то Но Жопа Это Очень Хорошо Потому Что Эта Жопа Вам Показывает Куда Обратить Внимание Но Вы Упорно С ней Боретесь Пытаетесь Отключить Отрубить Уйти Заблокировать Что угодно Делайте Главное Не смотреть На себя Почему Вы Создали Эту Жопу Человек Говорит Нафига Себя Познавали Вначале Говорит Нафига А что Это Хрень Пошла Я Займусь Какой-нибудь Хренью Но Познавать Это Классно Потому Что Что Бы Не Происходило Вовне Это Просто Вы Показываете Себя Что Вы В данный Момент Чувствуете И Вы Это Чувствуете Материальный Мир Вам Это Подтверждает А как Он Будет Не Подтверждать Если Вы Это Чувствуете То Это Никуда Чувство Не Денется И Что Бы В Мир Не Приходило Вы Будете Продолжать Это Чувствовать У Вас Недостаток Чего То Вы Это Получите И Вы Уже Получили Недостаток А может Быть Даже Достаток Но У Вас Чувство Как Было Внутри Так И Осталось И Вы Все Будете Чувствовать Получив Даже Это Желание Какую То Пустоту Внутри То Что Тут Не Так Какая Хрень Короче Ну Смотрю На Себя Опять Тереблю Волосы Мне Девушка Пишет Когда Вы Дотрагиваетесь До Своих Волос Они Как Антенны Короче Вы Трогаете У Вас Считка Информации Происходит Да Так И Есть Короче Я И Так И Сказала Я Когда Трогаю Свои Антенны Прикиньте Каждая Волосина Моя Это Антенна Считки Информации С Поли С Наверх Подвигаешь Блин Ловите Это Мои Эти Антенны Короче Классно Наверное Пожелания Не буду Все Тысячу раз Сказала Одно И тоже Почитаю Кайфушки Какие Нибудь Пока Оля Мне не Сказала В глаза Громко Чувствую Себя Я Вам Сегодня Ору Просто Вчера Орала Позавчера Орала Каждый День Ору Об этом Вот Но С каждым Днем Маленькое Зернышко Закладывается В вас Одно Оно Прорастает 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 И я Чувствую Я чувствую Я и в себе Это чувствую Конечно же Это в себе Я чувствую Что с каждым Часом С каждым Мигом Эти осознания Оседаются Глубже 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 Это классно Многие Горят В чате Обсуждали Сейчас МЖ У нас есть Чат Люди Добавляйтесь Вас здесь Так много У меня подписчиков 6400 А в чате Всего лишь 400-500 человек Добавляйтесь Мы в чате Общаемся Каждый день Трансформируем Программки Чувства Кайфуем Рыжом В поле Находимся Добавляйтесь Ссылка В профиль У меня На менюшку И там Есть все каналы Че это я такая Вообще Постоянная В своем Непостоянстве Говорила об одном Летела в другое Я потом Перескочила На третье Я ничего не помню Чего я говорила Вот И это классно Я сейчас чувствую Такой вот Кайф Так Почитаю тогда Может быть Вспомню Что хотела сказать Я только посмотрела Вчерашние эфиры Разрыдалась Когда рассказывали Про зависть И после этого Поняла Что у меня Все это есть Чему я завидовала Сразу реализовалась Все в действительности Да ладно Алена Конкретно Пиши Что там реализовалась Какие желания Это же классно Красота Это шаблон Установленный Обществом Например 200 лет назад Эталон у красоты Была полная Женщина с целлитом Конечно Мы все хотим Блин Кому-то Чему-то Соответствовать И одновременно Мы хотим Блин Такими уникальными Быть Но когда мы Хотим быть уникальными Мы уникальны Но нас это Не устраивает Ау Ау Скажите себе В зеркало Ау И когда Чувствую себя Красиво Все люди Становятся Красивыми Вокруг Конечно Обращайте на себя Внимание Побольше И видите Только раступлен Бесконечно Это же классно Эти чувства Постоянно Взращивать И блин Чтобы они Встроились В вас Вы учились Ходить Долго и упорно Потом научились Это встроилось Вы не обращаете На это внимание Оно встроено Как только вы Обратите внимание Блин А как я хожу Вы падаете сразу Я тренировалась Так Недавно Мы с Олей Рожали То что Начинаешь Концентрироваться На том Как ты идешь Ты падаешь Оно встроилось Уже Понимаете Как только вы Будете Постоянно Находиться В себе Ну то есть Сначала вы Себя будете Возвращать Ну как бы Осознанно Здесь сейчас Вот прям реально В себя возвращаете Все время в чувства А что я сейчас чувствую А что это я чувствую Какие-то недостатки Я что-то не понял Какого хрена У меня все есть Ну-ка давай Как новые чувства Воспроизводили Или давай Давай Что я вот вообще Сейчас хочу Я вообще чай хотела Пить И все Не Вы отключитесь На самом-то деле Потому что Мыслей Много Во Вспомнила Какой вопрос Хорошо что я это Сейчас проговорила И сразу вспомнила Был такой вопрос Я хочу отключиться От этих всех чатов Все удаляю Короче смотреть эфиры Не хочу Там уже Нелли Тысячу раз наговорила Я хочу побыть в себе Побыть в себе Это уход от себя Ребята Это уход от себя Мы в себе Когда наблюдаем Глаза наружу Запомните Мы внешний мир наблюдаем Не как внешний мир А как себя Вы себя внутри Не можете наблюдать Что у нас там Набор органов Вы не можете Наблюдать себя Внутри тела Вы наблюдаете себя В мире То есть мир вам Транслирует При соприкосновении С миром Вы что-то чувствуете Вы смотрите меня Вы что-то чувствуете То есть вы Смотря на меня Смотрите на себя То есть не ушли в себя, вот вы ушли в себя, стенами обложились просто в серые такие, да, и обездвижили. Что вы чувствуете? Ничего, вы чувствуете серые стены. Вы чувства чувствуете, глядя на себя через внешний мир, соприкасаясь с каждым. Вот я, например, сейчас соприкасаюсь, это же внешнее, да, соприкасаясь, я чувствую, я себя чувствую, я не ручку чувствую, я чувствую чувства, которые у меня в ладошке. Я не могу ручку почувствовать, это нейтральный персонаж, понимаете, я не могу её почувствовать. Чувства внутри моего тела, и когда я с ней соприкасаюсь, я чувствую не ручку, себя. Я, когда беру блокнот, я чувствую не блокнот, я не знаю, что чувствует блокнот, я не могу его чувствовать. Я чувствую себя, то, что здесь у меня чувствует моя рука. Соприкасаясь с внешним миром, вы всегда чувствуете себя. Соприкасаясь с каждым человеком, кошечкой, собачкой, деревом, вы чувствуете себя. Вы можете чувствовать дерево, ну, как и блокнот, но при этом знайте, что вы чувствуете себя. Вы можете даже поговорить с этим деревом, ну, с собой, естественно. И к чему я это хотела сказать? А, и уходить от внешней материальной действительности не надо, не надо. Не прекращайте смотреть мои эфиры, побольше подписывайтесь и приглашайте друзей. Окей, да, это минутка самореклама была, но мне можно, у меня корона, я как бы её люблю. Вот, и мне прям так классно от этого. Весь мир вам проецирует ваши чувства, это ваше материальное проявление. То есть внутри чувства, а вовне вы видите себя через эти чувства в материальном проявлении. Но вы всегда чувствуете. Всё проявленное, куда бы вы ни смотрели, вы чувствуете. В каждом слое есть чувства. Слово — это продукт вашего творения. Сначала было ничего, да. У Бога было слово, и слово было у Бога. Сначала было слово, слово было у Бога. Вы взяли слово, наделили его каким-то явлением, оно явилось. Как наделили? Чувствами наделили, естественно. Обозначили, рассмотрели, увидели из ничего. Ничего — это тоже что-то, это материал, который называется слово. И вы творите этими словами. Вы увидели, различили, назвали. И это вы, потому что вы есть всё и ничего. И вы проявились через это всё. И вы можете это всё почувствовать. Но не ручку, а то, что вы там соприкоснулись с ней. Человека вы чувствуете. Вот этот человек такой плохой. Вот Нелли, сука, такая стрёмная. Эти чувства у кого внутри? У вас. Вы же это чувствуете. Это вы такая стрёмная. Либо Нелли, такая классная вообще. Это чувство ваше. Вы со мной соприкоснулись. Вы не можете мои чувства чувствовать. Не можете. Вы чувствуете только свои чувства в вашем теле, собственно. Правильно? Это ваши чувства. Это ваше проявление. Я ваше проявление. Я то, что вы чувствуете Я такая, то, что вы чувствуете Ваш муж это тот, что вы чувствуете Ваши дети наделены вашими чувствами Они нейтральные персонажи Но вы видите в них только ваши собственные чувства Ваше собственное проявление в них Вот так вот люди становятся вами Потому что вы понимаете, как вы творите И третий или четвёртый раз вернусь к девушке Нафига себя понимать Блин, когда вы понимаете, вы такие боги Это же так круто, я вообще не понимаю Как можно не понимать? А, ну вот я не понимаю Нормально? Понимать, не понимать, одно и то же получается Трансформировала шаблон Так Откуда пришли деньги? Узнали? Ну, вот вначале я сказала то, что Мне вернули долг, с неизвестного номера Написали, что мне вернули долг За что и кто попросили Ну, что попросили Сказали, не гореть, смотрели мои эфиры Просто вспомнили, что должны А я очень много долгов прощала в своё время Блин, когда бизнесом занималась Денег было много На себя тратить не знала куда Потому что, какого хрена Если у меня внутри никаких чувств нету Кроме денег в глазах То, если я их куда потрачу Я тоже ничего не испытаю Потому что, если у меня нет чувства здесь То, потратив их, блин, их не прибавится Просто у меня прибавится этих чувств Вот, и как бы, когда не знаешь, куда тратить свои деньги Их тратит кто-то другой Это нормально, это нормально Поэтому я их раздавала направо и налево В долг А потом эти долги простила И вот я сейчас начала себе возвращать долги Долги любви к себе и внимания к себе Долги к своим чувствам Долги к тому, что я есть Вот, то, блин, мне возвращаются долги Я сама офигела, честно говоря Вообще в шоке была Но я еще не придумала, куда потрачу эти 2 миллиона Плюс у меня еще миллион за эту неделю появился 3 миллиона На квартиру мне нужно 22 миллиона Ну, на одной комнате Ну, я хочу там трех комнатных 60 миллионов надо Вот, короче, погода не сделают Потратить тоже некуда Я, короче, пока не думаю, я чувствую Вот, понаблюдаю, что там будет дальше Нельчик, долг мой финансовый кому-то И долг мне — это одно и то же Конечно Мой долг себе в любом случае В любом случае Как хорошо У меня тоже сердце трепет от чувств Классно Благодарю, у тебя прет энергия Да, конечно, у меня прет Я уже какой день прет Как быть довольны недовольством? Да наблюдайте свое недовольство И тогда вы станете от этого довольны Как только вы будете наблюдать В вас идет любовь Наблюдение за собой — это любовь Когда вы себя любите Блин, ну это же довольство такое Вы внутри наблюдаете злость У вас идет любовь Вам нравится эта злость Потому что вы ее наблюдаете Осознанно, понимаете? Мы делаем много чего неосознанно Если вы осознанно себе внимание И понимаете, что ваши чувства внутри вот такие Вы довольны от этого И автоматически, когда вы становитесь довольны То это недовольство Перестает быть недовольством Оно становится довольством Как только вы чувствуете в себе злость Вы видели Вы поняли то, что у вас сейчас злость Автоматически, когда любовь идет Вы понимаете, что это не злость Это уже любовь Злости уже нет Пошла любовь Вам уже хорошо Вы улыбаетесь, смеетесь Блин, и вам хорошо Понимаете? Когда вы на себя обратили внимание Сразу чувства меняются Они не могут быть постоянные Они, блин, бешено скоростью просто меняются Мы не можем даже уловить эти чувства надолго Они, блин, настолько быстро меняются Как только вы увидели эту злость Все, ее нет Нету Но Но Когда вы увидели ее в себе А на вас кричат, допустим Не вы, на вас кричат Вы же чувствуете, что вы на себя кричите Когда вы видите, как вы соприкасаетесь Со своим собственным проявленным миром Это то, что ваши чувства Когда на вас кричат Вы же что-то чувствуете И вы увидели, что вы чувствуете Блин, на вас перестают кричать Материальная действительность переобувается Вы внутри переобулись Материальная действительность быстро переобулась Моментально Вы просто не обращали на это внимания Вы никогда не обращаете внимания Блин, Нелли, почему ты столько жила Блин, сколько там тебе 18 лет 18 лет не обращала внимания Я вообще не понимаю Вот А сейчас я Меня прят Меня прят Я сейчас начала обращать внимание на красоту внутри, я вся в бриллиантах хожу Блин, живу в шикарном доме, у меня личный водитель с Поршем Вообще, я вообще просто кайфую, у меня классное пространство для работы, мне ничего не надо на самом деле Вот прям реально, Оля мне дарит постоянно, я говорю, Оля, не надо Ну не надо просто, потому что, блин, ну, я такая классная и так вот, нафига Ну я вот некоторые вещи беру, иногда колечки там у нее меняю Вот на это кольцо на постоянку сказала, все навсегда Вот, а это я взяла потаскать с изумрудом Оля мне их дает, говорит, как только ты подносишь, у меня их сразу раскупают Говорю, хорошо, я уже, наверное, колец пять потаскала, вот просто потаскала, никому не показывала У нее их купили, у меня внимание на этом, да, и сразу же, а Оле, внимание на мне, то, что, блин, я их таскаю Мы фокус внимания на этом держали, продажа пошла Вот вы думаете, что у меня там в магазинчике, в моем ничего не продается У вас фокуса внимания на этом нету Чувств, что не продается, есть, да, они не продаются Вам неинтересно, как они продадутся Вам, вы уже знаете, вы уже знаете четко, что надо рекламу, там то, 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 то И вот только потом они продадутся А если вам интересно испытывать чувство, как они продаются, как они продаются И они уже продались, и вы это чувствуете, вам классно, они продаются. Короче, надо изначально, наверное, эфир пересмотреть, и вы поймёте, как ваш бизнес сейчас в гору пойдёт. Но только после того, как вы разберётесь со своими чувствами и любовью к себе. Это, блин, первичное. Когда вы есть, посыльный посылку вам сразу несёт. А про зависть это вообще классно. Я уже какой эфир про зависть говорю? Блин, зависть это вот вы уже просто посыльного видите. То есть вам уже не надо злиться на того человека, который имеет, а вы не имеете. Вот, это вы уже себе посылку прислали. Он же, это ваше собственное проявление, ваших чувств. То есть у вас есть фокус внимания на этом желании, но это желание у вас из недостатка. Поэтому оно есть как бы в мире, вы же видите фокус внимания на этом желании. Но чувство, что его у вас нет. Поэтому его у вас нет, он как бы рядом. Он рядом у подружки, рядом у других людей. Я живу там в стрёмном доме в Халабуде, а вокруг там замок, построили меня там пять человек. У вас желание жить в замке, и вы понимаете, что желание от недостатка. У вас его нету, поэтому вы замок-то видите, но его нет. Вы завидуете от этого чувства зависти. Ну, ещё хуже становится. То есть вы как бы, блин, продлеваете вот этот момент и фиксируете внимание на том, чего у вас нет. Ну, как только вы понимаете то, что, блин, зависть, это же моё желание, блин, оно вот уже, вот. Я его уже вижу, оно уже материализовалось, но не у меня. А что там за чувства? Ты отдаёте себе это чувство посыльный, ты такой, о, куда идти? Когда вы даётесь чувства, да, вы находитесь здесь сейчас. Естественно, посыльный посылку до вас донесёт. Когда вас нет, если вы не здесь сейчас, вас нет. Посылку отдавать некому. Когда вы завидуете, вы... вас нет. Вы где-то там. Когда вы завидуете, вы не в себе. Вы вовне. Вы выпали вообще из себя. Понимаете? Но как только вы чувствуете вот эту вот зависть, вы такие, блин, классно. Это я себе несу уже, эту посылку. У меня это есть. Какие чувства? Отлепились от этого замка? Понимаете то, что, блин, вы не замок хотите, а вот эти чувства. Пошли к соседу. Сказали, я просто хочу походить тут, покайфовать. Пусти меня на часочек, на чаёчек. Почувствовали все чувства, которые вы бы могли испытать в этом замке. А что могли, вы уже пошли, испытали, прям, ну, кайфанули. Всё, у меня есть. Вы получили эти чувства, вам замок нафиг не надо. Возвращайтесь домой, вам звонят. Говорят, вы получили наследство, целый замок, а он ещё больше. Понимаете? Блин, когда вы понимаете себя, как всё творится, как мы боги творим, словами, чувствами, рассоздаём эти все вот эти шаблоны мышления, которые нам всё время себе придумываем, чтобы это не иметь. Но это тоже хорошо, что мы придумываем себе эти шаблоны, тоже придумываем, что это недостаточность, потому что мы ещё не научились себя любить. Вот это нас всё внешнее порвёт. Но научитесь в себя ходить. Всё будет. Так, такие классные прямые эфиры, перестала смотреть и слушать других, все ответы на мои вопросы в твоих прямых эфирах. Оля ещё классно тебя дополняет, спасибо вам. Пожалуйста. Я хочу сказать то, что это самая новая информация вообще на всей планете. Это старая информация, ну, изложенная через инопланетянку, через мой мозг. И материальная действительность мне это подтверждает. Она как бы и новая, и старая. Нету ничего нового, вообще ничего нет. Всё есть, всё есть. Просто как мы это интерпретируем? Я интерпретирую так, и это, блин, работает вот так. Просто вы не пробовали. Верить мне не надо, ещё раз говорю. Блин, я такая же заточка, как и ты. Всё, сижу и пишу, и пишу, и сижу, и писательница. Классно, книжки издавай. Скоро, блин, у меня будет книга издана, и я, блин, прям... Она уже у меня есть в реальности, в параллельной. Вот, уже маячит, люди мне уже маячат книгами, которые издают. Я такая, о, классно, я не завидую. Я, наоборот, кайфую, что мне посынь уже её приносит. Но я ещё не все чувства испытала, потому что я ещё не все чувства поняла, что мне даст эта книга. Просто не всегда понимаешь, нафига ты что-то это хочешь. Но когда поймёшь, нафига, и дашь эти чувства, то тогда всё будет. Блин, осталась минута, и я не успела почитать ваши сообщения. Слёзы, кайф, слёзы, кайф. Как ты дала себе любовь. Блин, внимание на себе. Всё, всё, это есть любовь, больше ничего. Наконец-то я всё слышу, блин. Как раньше я это не слышала. Всё одно и то же. Я говорю всё одно и то же. Посмотрите, мы эфиры сегодня с новым сознанием. Там двухгодичные давности, годичные давности. Я смотрю, удивилась. Прямо реально удивилась. Нелик, ты это сказала? И ни хрена не поняла. Ты дура? Я сегодня ходила в таком состоянии. Эээ, чё? Как это? Я почитала посты, которые я писала в 2006 году, 2008 году. Я вообще охренела. Я тогда была в шизотерике. Зеланда любила. Там Свияша, Синельникова. Там всё то же самое. Ну, не с позиции Творца, конечно. Ну, перемудрено. То есть я вам ещё легче сказала. Вот. Ну, кому-то они тоже заходят. И мне раньше заходили. И я такие посты писала. Вот то же самое, что я сейчас говорю. Но я этого ни хрена не понимала. Это же, блин, как? Я вот и вас понимаю, что вы это тысячу раз слышали. А может быть, мы же творим их точки здесь и сейчас. Просто как бы якобы такие воспоминания. На самом деле-то их не было. Это мне кажется сейчас это было. Чем может быть всё. Все реальности сосуществуют. И мы эти реальности творим и сейчас. И наше прошлое там и складывается. Короче, с какой теорией не посмотри, всё правда. Вот всё правда. И всё само подтверждается. Куда ни копни. Так. Влюблённой парочке на площадке малышка чужая подошла, обняла. Всё. Любовь пошла. Ты мясо кушаешь? Кушай. Ну, блин, редко. Я вообще спросить, что-нибудь кушаю? Нифига. Вот чувство голода у меня было. И после того, как я поняла, какие там чувства стоят, я вообще охренела, не хочу есть. Вот я не знаю. Я даже на яблоко смотрю, мне интереса нету. Вот какой-то запах.